Welcome, welcome. Ну, хоть не будет больше 2 на 2 матча, это одно радует. Представляет нам тут участников сегодняшних матчей. Проиграли только что у нас команда фанатика позорив Европу против команды Team Liquid. Почему говорю о позорив? Потому что не самый разумный пик, не самые умные предметы. Магрез набирает оппоненты, а вы только одному человеку покупаете пробивание брони. Ну, не надо так делать, конечно же. Но сейчас выходит на тропу войны команда G2, которая, как сказала команда Team Liquid, скримилась с ними целый день, но ни разу против них не сыграла стратегию фуннеллинг, хотя они знают, что они фуннеллинг должны играть. G2 вчера сыграли без фуннеллинга против соточки, разгромили их, когда те пытались фуннеллить, и Перкс после этого матча сказал, что, начиная где-то с пятой минуты матча, я понял, что мы выиграли, и мы просто играли в свое удовольствие, и я не видел ни единого шанса команде соточка переиграть нас. Но сейчас нам играть против эхо-факсов команды, где Хуни на топе обзавелся новым титулом. Его начали называть Хунин Сталл. Ну, чтобы вы понимали, я сюда вот в чат напишу, чтобы вы видели. Хунин Сталл, вот так вот пишется, понимаете, да? Понимаете, шутка в чем? Типа, Аннин Сталл, Ханнин Сталл, вот. Я вот так напишу, и люди поддержат меня. Вчера Хунин играл реально отвратительно. Команда эхо-факс играла вчера две игры, и... Нет, бру, вчера они сыграли одну игру, и проиграли свою игру, причем проиграли и за Хунин. Он отдался три или четыре раза соло на линии, играя за Ринниктона, имея контр-пик против Орна, но это глупо, конечно, нельзя так делать. Но G2 вчера задали такую... Ну, такую ступень эволюции, можно сказать, в Лиге Легенд наступили, что они, мол, могут играть разные стратегии, не только одну, и им надо сегодня это подтверждать. Есть ли информация, сделают ли Райты нормальную сводку по полученному урону? Ты имеешь в виду, после того, когда тебя убили, думаю, это сделают не скоро, потому что эта тема поднимается где-то с четвертого сезона, там у тебя и Сарака периодически убивает тебя от Рокс, какой-то смайт появляется непонятный, крипы тебя бьют, которых нет в списке вообще. В общем, Риуд сказали, что эта штука никогда не была их приоритетом, и они не собираются ее менять еще и в третьем сезоне, это было сказано. И, поверь мне, их мнение не поменялось с тех пор. Уже прошло пять лет, но они все еще считают, что это плевать. Ну что ж, Вандер у нас берет от Рокса на фирспике. Вчера банили против него этого чемпиона, забанили киндредку от Дардоши, который вчера сыграл на киндредке. И забанен был еще, Ноктюрн, против Янкоза. Как тебе по виду новый скин на Поппи? По мне, сплэш-арт норм, а вот внутри игры не очень. Не видим новый скин, поэтому ничего сказать про это не могу. Хуни еще раз берет Крокодила. Вчера он уже на Крокодиле однажды открокодилился, и вот решил сегодня еще раз поиграть Крокодилом. Возможно, реабилитироваться, а возможно, показать, что вчера это был не предел. Привет, Neon45. Задумались эхофаксы после того, как взяли Крокодила, что же делать дальше. Меня всегда улыбали такие команды, которые не продумывают пики сразу на два чемпиона, а только одного берут, а потом сидят и думают, еще 25 секунд, а что же сделать еще. То есть, это означает, что команда без идей пришла на матч. Этим не всегда нравились команды Клауд Найн, тем, что они, хоть иногда и бывают делают плохие пики, баны, но они знают, что они делают. Они берут одного чемпиона, оппоненты что-то взяли, они тут же забирают двух себе новых чемпионов, и у нас Янкас уходит на Браума, и Кайса идет от Перкса. Вот она, вот она стратегия а-ля Клауд Найн. Ну, не стратегия, я имею в виду, баны-пики, как проводятся. Прошу прощения, там чай пьем. Так вот, Эхофаксы не забанили от Рокса, тут же забирается Атрокс, в лицо получает каких-то непонятных двух чемпионов, после этого Дж2 тут же забирает себе фунеринг-стратегию Браум плюс Кайса, мол, ну давайте попробуйте. Там было что-то в хуне, сам себе же пикал, Виви, а ну да. Вы как хотите, а я на ринектоне. Мне как бы плевать. Мне не понравилось, мне, кстати, что сегодня сказал и Пабелтер, Пабелтер произнес те слова, что структура турнира не самая нормальная, но потом он добавил, что вряд ли можно было сделать лучше. Но мысль он какую донес, что можно закончить групповую стадию 0-9, но финал сделать реверс-свип, ну под реверс-свип он подразумевает ответочку, сделать 3-0 и все, вы как бы выигрываете турнир официально, хотя вы были 0-9 в групповой стадии, поэтому, ну вот эти матчи, они скорее развлекательные, он вот на это ввел отметочку, но не знаю. У нас здесь какой-то Рамбл появился, это Дардош Рамбл Лес, интересный, кстати, чемпион в лесу, Дардош его одно время играл, и не только он, многие играли Рамбла в лесу, и самое смешное, Рамбла в лесу никто не нерфил, а он просто сам по себе пропал. Был когда-то вот такой период, в 2, а может даже в 3 недели, может даже до месяца доходило дело, потому что это касалось и про сцены, и соло-ку. Постоянный был Рамбл в лесу, просто вы его не забанили, получите Рамбла в лес. И убить его невозможно, потому что у него там щитки, и заинведить его невозможно, потому что у него на первом уровне урона не меньше, чем у Ксинжао, и при этом Ганги его не такие плохие за счет Ешки и ускорения с W. Привет, как думаешь, кто завтра гранд-финал выиграет? ЛЦЛ или Турция? ЛЦЛ или Турция? Ну, считывая, что турки сегодня вроде как одолели более сильные коллективы вьетнамские, и мне кажется, они нашли свою игру, и там будет равная борьба. И я так понял, там структура турнира, Джокер против Джокера, да, то есть там получается, Царь Горы может выиграть все матчи, а если Царь Горы может выиграть все матчи, то тут, конечно, вопрос, насколько Гамбиты подготовятся, потому что, мне кажется, Гамбиты все же сильнее играют, чем команда Team Just, но мне не нравятся по-прежнему пикабаны, как проводит команда Гамбит, но, правда, они даже такими пикабанами победили все остальные команды. Вполне реально, что будет счет 3-2 в пользу ЛЦЛа, именно потому что сначала будет выбита команда Team Just, потом будет выбита команда Rocks, скорее всего, будет первая играть команда Team Just. А у нас Пантеон, что происходит? Так, ребят, у нас здесь какая-то ахинея идет от команды Echo Fox, что-то в стиле как раз-таки... Вы... Вы хотите бомбу? Есть она у нас, говорят, команда Echo Fox. И берут Пантеона в лес для Дардоша. При этом это хороший CC-эффект. Ганг будет Ренектон плюс Пантеон. Они вполне могут убивать Кайсу с Браумом. Также есть возможность гангать Рамбла. Также есть возможность в тимфайтах пролетать прямо на ульту Рейкана и Владимира. В общем, работа интересная. Но... Так говорят, потом победитель... Что-то там правила какие-то расписали мне. Давайте я перепроверю правила. Я пропустил... Где человек писал? Вот, писал. Они сначала играют... Так, сначала играет третья команда против третьей, потом победитель против второй команды. А, ну, значит, Роксы первые играют. Все, я понял. Но все равно это царь горы, только... Царь горы без выбора команд. То есть, получается, тренера не выбирают команды, а просто третий с третьим, потом победитель со вторым, и если победитель третьей команды снова оказалась, то они играют с первым и выигрывают турнир. Но тогда начнется все с 0-1, скорее всего, но не факт. Роксы слабовато выглядели на турнире, как будто вообще не в курсе. Но по первому дню. Слава богу, как бы по ним было проще судить, потому что весь первый день они только играли. У них только два матча было, и я мог спокойно оценить всю их игру. У них как раз очень слабо отыграли ни банны пики, ни... ни действий на карте хороших не было. Так что очень похоже на то, что они будут... А вот мистер Дик говорит, что нет, там будет блайнд пик команд финале. Ну, если блайнд пик, тогда я бы все равно кинул Роксов на смерть в самом начале. Я честно кинул бы Роксов на смерть в самом начале. Дело в том, что зачем кидать сразу ходить с козырей, когда логично ходить именно с команды, которая может сделать сюрприз, а может не сделать сюрприз, и вы не будете сильно расстраиваться. Но зато вы увидите противника. И к этому противнику можно будет подобрать потом следующего соперника, ну, свою следующую команду. Так выгоднее, ну, с точки зрения тренерской аналогии. А если их сразу кинуть Гамбит, и не дай бог Гамбиты проиграют первую игру, там, не разогревшиеся, или где-то... Ну, бывает такое. Ну, не пошла игра, проиграли. Все. И что делать дальше? Кого кидать? Джастов? И надеяться, что потом Роксы, если Джасты проиграются, могут спасти все положения? Надо, конечно же, сливать самого слабого сначала. И не надо обижаться Роксам. Ну, по статистике мы оцениваем, что они самые слабые. Там говорят, ну, ведь тогда будет понятно, что турки будут знать, что Роксы будут самыми первыми. Так какая разница? Это и так будет понятно. Здесь нет майнгеймса, ребят. Здесь... Это карты. Вы в дурака играли когда-нибудь? Вы что, будете стуза ходить в начале партии? Нет, вы сначала шестерки сбросите. Потом десяточки. Потом даму свою выставите, чем Джаст. И только потом будете тузом отбиваться. Какой смысл отбиваться в начале тузом, а потом шестерки сидеть и думать, что он пропрет? Нет. Нельзя так. Ну, ладно. Это мы так, аналогировали немножко. Но у нас Дардош второй левел, забрал синий баф и отправляется в Красный Лес. Или не идет в Красный Лес. Что-то он запутался, что ему делать. Любопытно, что Перкс начинал с синего бафа. Обратите внимание. Вместе с Дьянказом они стартанули с синего бафа, обычно начинают с красного бафа фуннелинг стратегии. Но здесь, видимо, план был как раз не отдать синий, не отдать красный. Потому что красный будет заваржен ботлейном, а синий они заберут сами себе. И, соответственно, таким образом еще прикроют своего джанглер, ой, своего топера. Это очень классный ход от команды G2. Кто-то там спросил, кто победит Летти. Я сегодня сделал целый видосик по фуннелингу и не только фуннелингу, а общим стратегиям. И те, кто его посмотрели, смогут дать ответ абсолютно правильный. Кто же должен побеждать Леттгеймер? Но я тебе подскажу, победит команда G2. Потому что у них есть все, что нужно. А у команды Эхофокс подобие 3-1-1 сетапа. 3-1-1 сетап в данной игре может победить начало, но в Лейте он проиграет, потому что 4-1 нынешний. Вот этот вот. Что мне там кошка делает? Ты что делаешь? Она мне на шею запрыгнула. Ну, слезай. Все, я вернулся. В общем, очень хороший мидгейм у команды Эхофокс, очень хороший лейнинг фас у команды Эхофокс, но если мы рассматриваем именно лейтгейм, то победит команда G2. Кайса залог победы. Да не только кайса, если бы здесь Зайблайп тоже был залог победы, если бы здесь был Мастер Е, тоже был бы залог победы. Что трогсбанить им было западло? Не знаю. Решили, что хуйня справится, хуйня пока проигрывает эту линию, потому что я говорил, что этот чемпион нынешний очень похож на механику Илаойки, не именно механический то, что вы делаете за чемпиона по скиллам, а то, что вы делаете по действию в игре, вы просто тупо пушите без остановки. Паркс Янкозом идут в свой лес найти крипов, но тут их уже нема. Забрал их Пантеон за это время, свой лес он так и не формил, и Паркс Янкозом вынужден возвращаться назад. Интересная идея хуйня отправить на мид, а кстати, не хуйня же на ренингтоне, я смотрю, хуйня у нас на миде играет на рамбле, а Феникс у нас играет на ренингтоне на топе, прошу прощения, только сейчас заметят, когда он никнейм прочитал. Ну так вот, отправить рамбла на мид, хоть там хуйня, хоть Феникс не имеет значение, кто из них. Главное, что этот чемпион будет пушить, пушить точно так же, как Лулу, и у него очень хороший мидгейм, в отличие от Лулу, который там только ульта есть и никакого урона. Хороший, здесь олдинчик идет по Крокодилу от Вандера, Крокодил еще не знает, что он уже проиграл этот размер, потому что Вандера хороший сейчас будет от Хилл, а вот Феникс этим похвастаться вряд ли сможет. Вандер решил отступить, потому что он боится Пантеона, они не знают, где Пантеон, он знает, что он стоит на этой линии один в один, но при этом всегда может джанглер оппонентов прийти и все исправить в пользу команды Эхофокса, а вот джедвашные джанглеры сюда не придут. Грустно бегают у нас по лесу джедвашники, потому что там нет ни одного пака крипов, и они в итоге проигрывают очень сильно. Сейчас фуннелинг стратегии по фарму выведите, вообще нет фарма. Джангл кемпы убиты были врагами. У нас там, кстати, сейчас краб появится, но уже Дардош подходит на всякий случай прикрыть хуни, который подпушивает линию хуни. Бэккался недавно, но может еще раз бэккаться, Дардош помогает через Ешку прописать урон, прыгает Паркс, она наносит ему урон, но Паркс прописывает стан вместе с Янказом по Дардошу и процентный урон нанесли они по Дардошу, но правда тот сильно все равно не пострадал. Ему главное было зазонить оппонентов на миде, чтобы отправиться сейчас на краба речного. Классно играет. Мне нравится, как Факсы все продумали, но хватит ли их так всю игру давить? Понимаете, в этой стратегии ты и есть провал, у вас мидгейм все чемпионы, ну, кроме, наверное, Владимира, он единственный, кто в лейт подходит. А вот это интересно, Товардайв собирает организовывать по Янказу, Янказ все еще без экзоста, пошла ультрарамбла, станет у нас Янказа, Янказ умирает, Дардоша отфлешивается в сторону, хуня отфлешивается в другую сторону. Два зайца убежали в разные стороны, а сюда прилетела не Кайса, которая шестой была уровень, потому что у него нет телепорта, а прилетела Карма, которая, в общем-то, ну, ничего не добилась. Пэркс у нас здесь решил немножко Дардоша позонить, и у него, кстати, это получится, правда, Дардош прыгает на него, будет ли давать какой-нибудь прок урон, не дает, кидает свою кушку и не долетает она, потому что чемпион умер раньше. Дардош погибает, и Пэрксу достается этот гилл, нет, а Трокс его получает. Ну, немножко перемудрил, он должен был, конечно же, отправляться в свой дальний лес, а он хотел еще за синий, что ли, повоевать или как, не совсем понятно. Долго, в общем, он тут в носу ковырял на реке, он мог вот после этого убийства сразу просто отправляться на големов. Вот, смотрите, все, он отплэшился, иди напрямую на големов. Не надо здесь бегать, какие-то плюшки подбирать, а это была явная идея, подберу плюшки, за синий еще посражаюсь, зачем тебе это нужно? Иди големов забери, они там первого левела все считают, ну, второго, вся кемпа второго левела в начале игры. И теперь Вандер с красным бафом начинает дальше издеваться над Фениксом. Феникс нажал ульту, чтобы хоть как-то восстановить здоровье. Правда, не особо он его восстановил, и говорил, что ему без врывов чемпиона особо не поздоровится. Пантеона, кстати, брали уже американцы, наверное, единственная лига Лиги Легенд, где пикуют пантеоны регулярно в каждом сезоне. Правда, чаще их брали не в лес, а на топ-лейн. И пару раз брали их на мид. Ну, наверное, вот сколько у нас там, 8 сезонов в Лиге Легенд прошло. Ну, пантеона в одном из сезонов брали часто, а вот если забыть про это, где-то начиная с пятого сезона, его брали очень редко. Ну, с каждым сплит по разу его брали, там, 6-7 раз его всего лишь взяли. Но пантеон бывает. А вот в Европе Корея-Китай хотя вру, в Корее-Китае его брали как саппорта пантеона одно время, и это было в 6-ом, по-моему, сезоне как раз в те времена, когда еще Анечка саппортом тоже поигрывала. Когда играешь за Рениктона, ждешь ульты, как за Мунда. Да, хорошая ульта здесь от Рамбла накрывает двух игроков. Браум ставит щит, чтобы не получить много урона от Хуни. Поглотили они этот урон, но Тауэрдайв у них не сработал. А где Альтек? Да, надо обратить внимание, я забыл про это сказать. Увидел, но забыл. Так вот, они взяли им в эту игру, видите, Дамонте с мидла на бот-лейн вместо Альтека. Видимо, это был план именно против команды G2, которые должны были по их логике играть фуннелинг. А вы знаете, что фуннелинг это подобие 4-1. И этот 4-1 проигрывает в начале игры 3-1-1 сетап, и они решили сыграть через бруйзер в 3-1-1, где Адекерри по факту им не нужен в команде Эхо Фокус. И вот они Дамонте отправили на бот-лейн, на топ-лейн в итоге отправили Феникса, но и играют без номинально своего стрелка в этом матче. Что же касается команды G2, то у них лейт очень хороший, не то чтобы там 90%, что они выиграют, но прилично. А вот это ошибка. Эта ошибка вполне может стоить всей игры, я серьезно, потому что Пантеон стал уже 0-2. У вас было сейчас преимущество забирания Дракона, вы его забрали, потом вы забираете вышку снизу за счет Пантеона ульты, потом можно было после этой вышки вместе сместиться втроем, забрать красный баф, отправить Пантеона дальше на фарм Синего леса с Амебриколицей и сделать свап. Что же произошло? Одно из звеньев погибло. Погибло, отдало деньги, но это не так страшно. Главное, что был размен, получается, вы потеряли вышку на боте, но зато получили килл на Пантеоне. И вот вся эта стратегия 3-1-1, особенно с такими чемпионами, которых Эхо Факсы набрали, она может провалиться просто потому, что чемпионы очень слабые в лейтгейме. Но у них нет ни одного чемпиона урона, чтобы убить Кайсу. Просто G2 надо 15 минут пофармиться. Если через 15 минут будет равенство по золоту, это победа команды G2. ну почти всегда, 70 где-то процентов за ними я отдам. Им бы еще от Рокса убить как-то. Я тут подумал, там Кайса Кайса, ребята, там еще с Атроксом никто справиться не сможет. Нечем бить. Пантеон должен быть к этой стадии игры где-то уже 6-0, чтобы игра шла именно так, как они хотят. Ну 6-0, ладно, я загибаю, это больше к Сулаку относится. Ну 4-0-1 какой-нибудь, там 4-0 или 3-0. Это стандартная схема с агрессивным Пантеоном, который мог киллы на Троксе делать, мог делать киллы на Ботте. Там все же Шен плюс Кармани самые сильные ребята. У вас игнать тем более есть. А Дордо что сделал у нас? Ну, немножко обворовал лес чужой. Сделал Тауэрдайв, где получил ассист, потом 2 раза умер. Куни дает ульту по Хернену. Хернен должен будет сейчас ускориться. А он, нет, он решил сделать салин. Сажает на цепку. У нихуни сразу же отфлэшивается, потому что здесь два телепорта. Вандер сюда прилетел, прилетел сюда и водит через свой Таунт. Прибегает сюда и Дордоша, где же остальные игроки команды G2? Не успевают они сюда подойти. Вандер все еще жив. Таунт прописывает у нас Шен. Очень хороший Таунт. На этот Таунт прыгает Паркс и зарабатывает 2 килла. И уже размет происходит в плюс команде G2. Паркс заработал деньги. Он говорит, спасибо, ребят, за то, что меня покормили. Разве Владимир и Рамбл не лейт чемпионы? Смотря в каком сетапе. Если у тебя сетап построен на то, что эти два чемпиона будут лейтгейм, ну, Рамбл он вообще не лейтгейм. Это сразу тебе могу сказать. У него там винрейт в лейте будет запредельно низкий, потому что легко от его ульты увернуться, и при этом ульта не наносит так много урона, как хотелось бы, а все заклинания довольно слабые. Что же касается Владимира, у него действительно очень много урона в лейтгейме, даже побольше, чем у Владимира, но если сетап не строится через Владимира, а это имеется в виду, вы вынуждаете оппонентов собирать кучу армора, вынуждаете их собирать здоровье, но не вынуждаете их собирать магрес. А здесь что мы с вами видим? Кто заставит команду G2 собирать армор? Покажите мне чемпиона этого, я не вижу его. в игре. Пантеон, да, этот Пантеон это какашка драконьей силы, помните, как в том мемасике из Камеди Клаба. Ну реально, бесполезный Пантеон. Рениктон вот этот напугает кого-то, да вообще не страшно. Они надо спокойно сейчас магреса подсоберут и все, и вот тебе весь Владимир, который не сможет Кайса убить. Но он, конечно, посильнее будет в лейте, чем Рамбл, правда, Рамбл из его команды, Минус Рамбл, кстати, здесь происходит, и я не знаю, тут уже развал гейминг, Факсы пытаются форсировать события, пытаются сделать как можно больше киллов, а получается как можно хуже. И вроде они все делают правильно, у них сейчас сильнее сетап, даже учитывая, что они отстают две с половиной тысячи, они могут убивать врагов, но очень быстро реагирует команда G2 и побеждает. Там пишет у нас Николай Джексон, почему я болею за Европу, ну, во-первых, Европа нам ближе, давай, по факту, думать, Европа все же ближе, чем Америка нам. Во-вторых, не знаю, во-вторых, не знаю, почему. Наверное, мне просто нравится больше, как это бы сказать, стратегичность и тактичность именно с точки зрения тактики, вот хорошо играет и команда G2, и команда Фанатик, а Америка какой-то хаос у нас по-прежнему в Лигу Легенд привносит, как будто вот реально из Сулаку выбрались. Ведь давайте вот заменим несколько чемпионов Фоксов. Вот сядем и заменим. У них есть Рамбл, который неплохо запушивает с одной стороны, но есть альтернатива этому Рамблу. Мальзахар тоже неплохо запушивает. Я даже не буду сейчас брать избитых чемпионов типа Талия, Зоя, Лулу. Вот Мальзахар, он тоже неплохо запушивает. Аниве, она плохо вначале, но потом неплохо запушивает. Ксерат вообще шикарно запушивает. Зиг шикарнейше запушивает. Перкса здесь почти убили, но он выживает, потому что Игнайта не хватает. Щиток Ваддида, щиток его собственно через ульту, и он выживает. То есть, Рамбла можно заменить, и не было бы так все плохо у него. Дальше идем по Пантеону. Левел 2 Ганги, все супер-дупер. Оставим, допустим, Рамбла на меде. А зачем вы берете это Пантеона? Возьмите Джарвана. Стяжечка по трем игрокам, и сверху этой стяжечки Рамбла ульта залетает. Возьмите Ксинжао, который подкидывает одного игрока, и Рамбл дает по нему прокаст. Почему этих-то чемпионов вы не взяли? Почему бы взяли именно Пантеона? Вот тебе еще одна замена. Дальше идем к Райкану. Вот, нахрена им здесь Райкан? Что он здесь забыл? Они уже видят Браума у оппонентов в саппорте фуннелинг, стратегии, и берут Райкана. Куда? Почему вы Пайка не хотите взять? Пайк открыт, Пайк рабочий чемпион. Все это знают. У Пайка есть как раз усиление по одной цели урона, ну, то есть, он сможет его добить своей ультой, сколько бы там здоровья не осталось, ну, то есть, именно конкретное здоровье останется, вот сколько бы там щитков не было. То есть, ту же самую Кайсу он сможет убить. Кстати, по Кайсе делают инициацию, Пантеон сверху приземляется, но Браум не подпускает их, водит, ставит щиточек, и, по-моему, это была финальная попытка команды Эхофок сделать что-либо полезное в этом матче. Так вот, заменим Райкана на Пайка, тоже будет нормально. Я только менял по одному чемпиону, я даже не сетап весь менял. Я просто заменил, чуть лучше Райкана взял Пайка за место Рамбла, если оставить Райкана на боте, можно взять того же самого Ксирата. Если оставить Райкана и Рамбла, можно за место Пантеона взять Ксинжалу, и вы получите лучший сетап, и он будет и сильнее в лейтгейме, и сильнее в мидгейме, а не просто вот, а давайте возьмем этих чемпионов. Вчера у нас на Крокодиле ничего не получилось, давайте сегодня еще раз возьмем Крокодила. Ну, отлично, что там Крокодил? 0-2 Крокодил. Надо было брать Джарвана саппортом. Ну, Джарвана саппорт вряд ли бы сработал. Просто вот Пайк против Фуннелинга, мне кажется, очень силен, потому что, видите, сейчас щитки будут на Паркса накинуты, ну, здесь не было накинуты, он даже, не было ульты у него. Это я имею в виду, то, что можно было бы Паркса убивать именно вот сквозь эти щитки при помощи Пайка. Ну, а тут просто развлекается. Джедвашники, Факсы ничего против них придумать не смогли в этом матче хорошего. Так-то они вроде бы придумали, но исполнение было отвратительное. Скорее всего, не хватило практики. А Феникс, как дела? Нормально дела. Хорошая ульта, кстати, от Рамбл. Это минус Янкос. Нет, Янкос прыгает на W к Парксу. Паркс тут же дает ульту вперед, потому что Вандер сюда прилетает и умирает у нас Райкан. Даман-то охреневает от происходящего и говорит, ребят, ну, дайте немножко мне пофармиться. У меня только спелбиндер, да и то. Я им пока не могу пользоваться. Нужно просто зарепортить лес. Кстати, как тебе Атрокс? Мне кажется, что многие команды не доигрывают против Атрокса. Я не верю, что он настолько силен, просто потому, что статистика в Солоку его слишком низкая до сих пор. Было много чемпионов, которые были с низкой статистикой и на простене они тоже не работали. И было много чемпионов, которые на чемпионатах в простене по сути были очень сильные, но тогда они были и в Солоку очень сильные. Здесь же получается какой-то резонанс. на чемпионате они жутко сильны, а вне... Они крокодила. Они просто не верили, что крокодил пойдет дальше пушить. Ченнельник у нас там Шен делает и решает отпустить крокодила. Если честно, не совсем понимаю, почему они отпустили крокодила. Они подумали, что это ловушка, что кто-то прилетит еще и поможет ему. Ну ладно. На дурака здесь Альтек смог пофармиться. А нет, Феникс. Я все Альтека ищу здесь на карте, а его нет. Ну и слава богу, Альтек в этом унижении Альтек слишком хорош, чтобы участвовать в этом унижении. Он сказал, нет, ребят. Вы как хотите, если хотите играть этого ренектона, то без меня. Берите вон Дамонту, Дамонту такой, да-да-да-да-да-да-да, я хочу играть, 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 играть. Хозяин, хозяин, играть, играть, играть. На пространении Атрок с Кометой выигрывается Луку, с Конкуертом, скорее всего, играет. Ну, и это тоже верно. Но сейчас просто она показала всем, что Комета есть и Комету можно использовать. Но мне кажется, недоигрывают очень сильно все команды против Атрокса. Его можно убивать на первых уровнях. Он всегда запушивает линию. Не было еще ни разу, чтобы Атрокса не запушил первые три левела под вышку игрока. И в половине играх даже не было у него возможности варды поставить. Сегодня с утра Red Rift Revals. Были интересные игры? Да, было много интересных игр. Много камбэков. Советую посмотреть. Все выложено уже на Ютубе с пометкой Massey. Что-то у нас здесь. Вандер в стиле Бога сыграл за Атрокса. Перефлашается и убежит. Дардош, правда, за ним флашается сверху. И Вандер под Чармом умирает. Чарма Дриана залетел. И у нас проблема. У Даманта сейчас, скорее всего, отлетит жизнь. Паркс его очень долго убивает. И что-то у него ничего не хватает вроде Паркса пока что. Слишком рано, конечно, началась вот эта вот канитель 5 на 5 сетапа. Ну, то есть, где в пятером начали группиться команда G2. Паркс не успел вообще фарма себе еще заработать в этой игре. У него урона, конечно же, там на шортуз хорошо, если уже появился. А, у него вообще, видите, какой билд-то. Он до конца джанглейский доделал предмет, доделал себе Гуинца только что. И вот на шортуз все еще нема. Даже фанетики достойнее держались. Ну, тут нет такого достоин-недостоин. Ребят, тут стратегия все будет решать. Спрашивают там, кто победит 7-ликуда или G2. Они сегодня тоже будут играть. Тут неизвестно пока. Стратегия, правильно сказал вот как раз по Белтеру, очень сильно будет решать тактика и стратегия. Кому лучше достанутся чемпионы, тот, в общем-то, и сможет выиграть. Вандер ведь показывает нам, как он сделал инициацию по Фениксу. Несколько подкидываний. Таунт еще одно подкидывание. И Феникс все равно остался в живых. Вандер его, конечно, догонит, убьет. А, кстати, а почему он Ешку сразу не потратил? Я сейчас только поняла это. У него же была Ешка, когда еще Шен затаунтил. Почему он ее тогда не поражал? 9-3 преимущество команды G2 неописуемо большое по золоту. И у них лейтгейм еще тут просто издевается. Паркс кайтит. У Феникса есть только Ешка, которую он сможет дать через стенку. Но там бы легко просто ультануло. Паркс за ним, за спину и все. А так даже ульту не пришлось тратить. Потому что Феникс решил не пытаться через стенку убегать, а решил остаться. Кстати, странно, что он не попытался через стенку убежать. Дело в том, что обзора-то нет на этого чемпиона. Мы-то видим, что там Вард стоит, но он-то этого не знает. Сеоретически он мог через стенку прыгнуть, и Кайси не смогла бы нажать за ним сразу. Да. Английские комментаторы говорят, что вчера Бранзини с команды соточки занимался фунелингом, и он был один в два, его просто уничтожили. От его Рамбла остался только огнемет, засунутый ему в жопу. Ну, серьезно, там настолько издевались над ним на линии, вы помните, там минус 40 фарма было и 0.4 и 0.6. Более того, его даже в чатике начали обзывать Бранзини, а не Бранзини, именно от слова Бронза. Бранзини, вот так вот его чатик обзывал. А здесь команда G2 делает тоже фунелинг, но при этом Вандер спокойно пушит бесконечную линию, и Рениктон минус 100 фарма получился. Отлично. Шикарный Рениктон. Спасибо за игру. Дардош, кстати, минус. Рубиновый кристалл у нее, зачем она купила? Кстати, да, интересно, Паркс купил Рубиновый кристалл. Обычно в билде Full Ability Power это только для Банши Вейла, по-моему, да, Банши с этой штукой собирается? Хотя, что-то я сейчас так задумался. Я не помню, как Банши собирается. Что-то я редко на Элизе и Эвелинке их собираю, поэтому не помню. Ну, вряд ли он будет делать Блк Ливер какой-то. Вряд ли он будет Фрозен Малет делать. Он либо ошибся, либо это действительно с Банши Вейла, потому что там есть в сборочке этот предмет. Я просто реально забыл. Нас трако... Ой, извините, Нашора забирает команда G2. Финальный ол-ин идет. Ахапоксам надоело уже играть. Пытаются они там хоть кого-то убить. Никого не получилось сразу же убить, но зато добили потом они Кайсу и решила G2 команда отступить. Мне кажется, команда G2 могла здесь нормально киллов заработать. Зря вот эти два игрока убежали, у них все еще был урон, но они решили не рисковать, Нашора все же сохранить. Морелка же тоже собирается. Но Морелку никто на Кайсе не делает. Если что, она справляется и без резалки от хила, ей это не нужно. Предпустите, пожалуйста, что за двойные стаки на Сиджи после ульты. Не после ульты. Сиджуани может двойной стан прописать. Я уже много раз рассказывал. У Сиджуани есть Ешка. Тут смотрите, повтор я расскажу про Сиджуани. У нее есть Ешка, при помощи которая активирует пассивку со всеми ближнебойными чемпионами, с автоатаками Сиджуани и Сиджуани с Ешкой по-моему не активирует. Насчет этого не уверен. Суть заключается в том, что когда 4 стака набралась, Сиджуани может нажать Ешку по врагу и он заморозится. После этого она подходит, дает автоатаку и сбивает заморозку, но научит огромное количество процентного урона по врагу. Так вот, чтобы сделать двойной стан, тебе надо сначала воспользоваться вот этой пассивкой с Ешки, после этого дать ульту. Ульта тоже накидывает заморозку и ты можешь снова сбивать Ешку, то есть снова можешь дать автоатаку. Получается, ты два раза процентный урон делаешь и два раза человека замораживаешь. Если же ты сделаешь сначала ульту во врага, то твоя Ешка не активируется. Ты просто один раз собьешь эту заморозку и дальше надо ждать кулдаун очень долгий на чемпионе. Он не может быть второй раз заморожен при помощи твоей пассивки. Я считаю, это неправильно, но Риута считает это фича и она крутая. Хотя, мне кажется, это была ошибка изначально, механическая. Бак, который Риуты сохранили и теперь уже как фичи сделали. Поэтому большинство джанглеров, когда шестой левел у них есть, и у них есть возможность человека просто с автоатак побить вначале, они выходят за Сиджуани, делают врыв у него, дают замедление через дабл, и автоатака, автоатака, заморозка. Подходим вплотную, даем автоатаку, снимаем заморозку и тут же даем ульту, он еще раз замораживается. И тогда урона очень много получает, потому что два раза процентный урон ты снимаешь, при этом он стоит в социэффекте не секунду и двадцать пять сотых, а две с половиной секунды. И от этого уйти крайне тяжело, от таких гангов. Но если ты просто делаешь дальнобойную ульту, то это скорее инициация для каких-то других игроков, а не для тебя. Ты просто не успеешь даже подбежать нормально, там поработать. Один на двадцать пять секунды стан, это не стан. Ну, как бы он стан, но не стан. Вы понимаете, не такой долгий. Ну, здесь база сломана у команды Фокса. У них тут все сломано вообще в этой игре. Поломанный пик и у нас все еще рубиновый кристалл лежит. Руби Кристалл, не знаю, зачем его купила команда G2. Перксу, видимо, вложили, подарок принесли. Они говорят, вот тебе, рубиновый кристалл. Вау, круто. Спасибо, друзья. Можно мой чемпион как бы немножко обилити пауэр? Можно вы мне книжку в следующий раз подарите? Да не, ну ты же девочка Кайса. Представьте, ну на самом деле такие были. Праздновали день рождения Кайса. Даже не день рождения, а праздновали убийство Кайса. Она там много ФБ сделала. Убила пантеона, как бы это полубог с горы Таргон. Убила Владимира Кровососа, крокодила, в конце концов, Данди этого убила. И тут ей приходит карма к Шену и говорит, Шен, нужно купить подарок Кайсе. И он такой, блин, и вправду надо купить. У нее хороший праздник, много киллов заработало. Давай спросим у Браума, что она любит. Ну вот прошли к Брауму, Браума говорит, я не очень взрослый, хоть и старик, и уже вроде как тоже с горы Таргон, вроде тоже полубог, но я не особо соображаю. Давайте спросим у этого, у божественного демона. Демон-то живет явно дольше меня, он знает, что ей надо купить. И демон такой, ну девки любят камни разные. Он такой, вау, круто камень. И купили ей рубиновый кристалл. Подарили ей, и Паркс такой, ребят, книгу в следующий раз. Если вы хотите что-то девушке подарить, дарите книгу. Книгу. И Дженкса сейчас думает, не надо книгу. Пожалуйста, не надо книгу. Только не книгу. Да. Кул Стори, бро. Это вообще настоящая история. Тру Стори. Как говорил Барни Стинсон. Браво, не полубог, он просто классный мужик. Ну или как-то так, да. Но сейчас мы увидим, кстати, во что она его превратит. Но думаю, она сейчас это продаст. Нет. Он сохраняет интригу, ребят. Он нам не расскажет, что это за предмет. Кстати, это кайса в АД идет все же. Посмотрите, это кайса не Ability Power. Даже не знаю, почему нет на Шортусе. Это Death Dance с QSS. Но все равно урона достаточно много. Скалку и поварешку дарим девушкам, да. Возможно, она просто обиделась кайса. И вот из-за того, что книжку ей не подарили, сказал, я буду тралякать. И не буду собирать тот билд, к которому все привыкли. Через наш Шортус, через Банши, ну или там, там за место Банши Жоню можно собирать. Это старый билд Донерфа, да, я понимаю. Но там, даже в этом старом билде Донерфа все равно нет Рубик Кристалла нигде. Отходил на 10 минут. Как они еще не проиграли? Не знаю. Ну, базы у них нет. На базе остались только дырки. Дырки от этих, от ингибиторов дымящиеся. И Вандер тут развлекается. Зизирот Портал там от Ваддида был поставлен наверх. Самый опасный предмет в игре. Аккуратнее он делает ничего. Советую его никогда не собирать, потому что он реально бесполезен. Посмотрите, как много урона нанесет сейчас взрыв этого чудовища. И при этом это чудовище можно еще сбить. Если бы оно было бессмертное, тогда еще ладно. Попытка здесь была от Даманта сделать. Оллиену Янгс поставил щиток, пробегает вперед, хотел по Даманту дать удаст пассивки, но так и не добрался. А здесь Род Портал погиб. Недолго жил это здание. Спиртвизаж купит. Кстати, может быть. Хорошая инициация. Рамбла ульта, Пантеон сверху сейчас приземляется. Но что-то все убежали от Пантеона. Приземлился он туда, где никого уже нет. Парк зарабатывает киллы. И это уже 3 килла. Это уже 4 килла для Паркса. И можно дальше пойти за Пенточкой, кстати. А нет, подождите, только трипл килл. Тогда Пента не будет. И команда G2 делает на этом чемпионате ничью между Европой и Америкой. А отдельно для себя делают 2-0. Поль поздравляет Пэркс Янкоза. Янкоз в шутку, а может быть и за правду. В интервью говорил, что мне не нравится эта мета, меня посадили на каких-то бесполезных чемпионов. Оказывается, за них так просто играть. Но он, типа, трэш-толкел относительно саппортов. Говорит, оказывается, на них так просто играть. Я там по 3 игры на каждом из этих чемпионов сыграл и уже божественен. Уже MVP зарабатываю. А потом, когда ему забанили в одной игре Браума, он сказал, что видите, насколько я крут. Я уже начинаю выбивать баны из оппонентов. А у меня еще есть и другие саппорты. В той игре он сыграл Райканом вместе с Зайей от Пэркса. Вот такой вот забавный. Янкоз, он, конечно, удовольствие получает от игры. Мне это всегда нравилось. То, что Янкоз такой поличок-боровичок, скажем прямо. 3-3 у нас счет в этой серии. Напоминаю, что сегодня явно выявится победитель в любом случае, потому что осталось еще три игры у нас, соответственно, кто-то станет победителем. Ну, а мы идем на перерыв. После перерыва будет играть команда опять, по-моему, фанатики. Сплайсы сегодня последними играет, насколько я помню. Так что будет опять играть команда фанатики. Давайте, на перерыв. Мы так и не узнали, зачем кристалл. Да. Да. Да.